Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мы здесь первые сутки сыграем. Вася здесь. Вася, в принципе, хороший парень. Он вот в виде поворот, который есть. Вот под кучей. Я с ним на народный жгуток. И чаю. Я помоюсь. Три часа паски. И я на подъем искать другой хаус. Более лучший пенсионер. Но пока что пока. Жара. Что-нибудь будет. Обледеняемся. Кризис. Музыка. 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 Я не знаю. Может он наоборот активный. Протирает копой просто. Они просто нафиг не нужны. Ну в общем они любят на раме. Острые ощущения любят. Музыка. Мы очень долго искали. Мы заходили не в один магазин. Вначале нас отправили в какой-то бут-шоп. Нам лично предлагали карты для атласов. Ну это эти контурные карты, короче говоря. И в конце концов мы все-таки нашли вот ее. Так что будем выбирать дальнейший маршрут. А вот еще классное дерево, которое мы хотели заснять. Ну как бы к этому делу приурочили рассказ о карте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка. Я кого-то вижу, кто-то ползет, крабы, раки, вон, 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 по этому. Вон самолет заходит на посадку, маленький такой, сзади. Сзади тебя? Сзади тебя. А сзади меня суперпарусники, короче, еще 50 времен, и вот. Нам сегодня прям наваливали их обкатать. Ну, в общем, мы не казались с такими ребятами и решили, что мы просто обкатываем. Она так очень красивая, их там, наверное, не знаю, сколько... Да, там сотня, наверное, парусников. Причем такой конструкции парус, что это, даже не знаю, здесь единственное в мире... Единственное место в мире вот такая вот... Имеется. Вот. 5-3 близких. Да. Весит, в руках, кольков, потом их сушат и впаривают к туристам. Я не знаю, там, наверное, за копейки какую-нибудь... Ну, или сами их с пивом вечером говяжут. Угу. У меня морда вся обгорела будет, да? Ну, такой красненький. Ух ты, все, надо. Гоу-фу. Так. Немножко надо ходить. Надо проесть мороженое. Иииии, вообще классные парусики красивые. Да, вот идут. Да. Надуты? Да. Саша говорит, есть что-то. Заказали одну порцию риса по-шиланкийски с какой-то фигней. Но мы же не знаем, с какой фигней. Вот если рис, понятно, может, это порция. Но вот это плюс-то всему. Они, короче, принесли целый чайник чая. Мы-то думали, что и просто чашку тут. Мне еще сейчас прикатят, как для снеговика, два комка мороженых. Потому что я попросила два кусочка, а вот кусочки небольшие. Короче, я не знаю, что это такое. Все это нам не съесть, но попробовать мы просто обязаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем мы на бас-стейшн. На Тур-Туке едем. Первые в жизни. Короче, это самый, наверное, экстремальный аттракцион. Дешевый, 25 рублей, 4 километра. Ну, 25 рублей, это тоже немало. Ну, так, фигня. Кто был сейчас в этом попал? Ну, что-то, 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 что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем... Поехали мы сегодня в Аду. Это порядка, получилось, 80 километров от Некомба. Так вот, в общем-то, мы эти 80 километров ехали. Наверное, часа 4. Купили бананы. Несъедобные, блин. Бананы несъедобные и невкусные. Кислые. Недозрелые, короче. Недозрелые? Дурацкие. Я их даже есть не буду. Ты шоколад еще попробуй, не шоколадистый. Нет. Это же полное говно. Похудеем. Ага. Нет. Я хочу есть, и я буду. Потому что я голодна. В общем, сейчас по местному времени... По местному времени сейчас. 20 часов, 50 минут. Почти что 9 часов. К нам пришел кот, которого мы кормим хлебцами, и он их учрет. Шивые причем? Шивые. Купили шивые. Все животные тут такие. Кошки, собаки. Так вот, хочется подвезти не до первого дня, а больше его ошибки. Я попробую вот так. Во-первых, поиски в темноте заканчиваются большими растратами. Во-вторых, паривают фигню, а отказаться ты уже не можешь, потому что иначе тебе нет просто варианта. Вот. Дальше. Оршивка следующая. Об этом мы знали, но тем не менее, мы не бегли. Не надо питаться сам. На пляже. Ну, пробовать так это сделать. Потому что там будут цены в три раза больше. С другой стороны, там и принесли немало, но все-таки это могло бы стоить на многих шарах. Мы приехали в Аду, где по разговорам вроде бы очень здорово и классно. Хороший пляж, там, волны и все остальное. Но, не знаю, завтра увидим, потому что сейчас мы ни хрена не видим. Вот. Нам попытались спарить. Очень. Значит, сраный номер. Нормальный такой. Серьезно. Снег. По очень такой недешевой цене нам хотели впарить какой-то ну, такой номерок. Причем, когда мы туда зашли, я не знаю, из какого-то места выбежал вот такого размера таракан. Причем, вот администратор, ну так, рукой махнул, что как будто они тут живут. Он его даже и проходить особо не хотел. И, в общем, насчет тоже расценок на такие номера. вроде изначально договаривались, что номер будет стоить за сутки пять тысяч рублей, то есть примерно там тысяча триста в рублях. И потом уже, когда мы заходим в номер, осматриваем, соглашаемся, администратор нам говорит о том, что номер будет уже семь тысяч стоить. То есть вот такие вот идут, да, сразу же накруточки за то, чтобы номер понравился. и, конечно, мы потом засопротивлялись всеми копытами. В итоге они подумали минут пять вот вместе со своим там товарищем постояли, покуролесили и наша победила. На пять тысяч все-таки номер мы себе пробили. Вот, но сегодня мы пока здесь остались, а завтра мы решили поискать чего-нибудь более такое симпатичное. Потому что бок обок жить с такими тараканами как-то не особо. У нас там еще дыра большая в полоке к этому страшно. еще сегодня мы видели кабанов самых настоящих. Сейчас пока ходили в магазин вот за этими бананами и за шоколадкой и за водой. На обратном пути есть небольшая полянка что ли, местечко такое. И там шла мамаша кабаниха и рядом с ней шло трое маленьких кабанят. Короче, впечатлений было много. То есть мы за сегодня повидали и кабанов, и крабов, раков, отшельников. Мы повидали этих супер тараканов огромных, блохастых кошек, вшивых собак. Причем они все ильшайные и какие-то кто-то безногие, инвалиды, круче, полные. баранов еще только не видели и змей. Сейчас мы хотим подвести финансовые итоги сегодняшнего дня, вообще, что у нас получилось с денежками. Ставил в рублях за все эти номера, за все эти обеды, за все эти тук-туки, за все эти проезды и облапошили, не облапошили. В общем, 3300 рублей. Я считаю, что это много. Продолжение следует...